всем привет друзья вас приветствую сегодня я и зовут меня юлия сегодня я занимаюсь полным ходом пикировкой и на очереди у меня тарыния выращиваю я ее впервые посев я совершала 10 февраля на четвертый день тарыния дружно стала всходить я показывала вам первые всходы и на мой взгляд мне показалось что она всходит точно так же как петуния выглядит со стороны ее первые семидольки и всходы как петуния то есть получается 14 февраля она у меня взошла 18 февраля я и сделала окучивание то есть посев у меня был совершен в бороздке я ее вот так вот при окучила и начала она у меня благополучно расти в дальнейшем уход заключался в том что ежедневно я делала рыхление междурядье то есть получается окучивала и поливала по мере подсыхания грунта спасибо огромное всем за комментарии за советы по выращиванию тарынии кто-то сказал что это прихотливый цветок кто-то говорил что беспроблемный цветок соглашаюсь с каждым потому что у каждого свой опыт из и спасибо огромное за то что делитесь с ним рассказываю про свой опыт перед вами две разные расцветки одна и та же серия профессиональные семена агрофирмы поиск лимон дроп и deep blue вот в этой плошке лимон дроп а здесь deep blue посмотрите всхожесть здесь практически стопроцентное за исключением может быть вот тут вот где-то есть пустое место здесь же зашло все но здесь и пустоты есть и вот все-таки всходы они неравномерные есть большие растения которые уже западают а есть и небольшие еще которые догоняют на сегодняшний момент получается я посчитала что сегодня двадцатый день всходом и вижу я вот сегодня стала поливать и вижу что уже растения начали западать то есть они только буквально вот на днях начали перекрывать друг друга и я говорила себе что юля нужно срочно пикировать но состояние моего здоровья мне не позволяло этого сделать и до сих пор мне этого нельзя делать если честно но я потихонечку полигонечку сижу в тишине спокойствие и не торопясь занимаясь этим посмотрите можно даже увидеть что вот на стволике уже видимо видно что не хватает почвы потому что здесь вот уже бы пошли корешки но почвы нет это тоже говорит о том что нужно растение срочно пикировать слой почвы у меня смотрите совершенно небольшой я вот приготовила вот такие небольшие плошки вот они у меня здесь лежат все мои запасы за зиму накопленные я как поняла что цветочек он маленький к большому объему он не требовательный девушка мне даже написано написала что в двухлитровая кашпо высаживала по 2-3 кустика рассады и смотрела все компактно и хорошо я вот такой вот стаканчик хочу распикировать по два растения а затем просто-напросто в дальнейшем сделать перевалку уже в постоянное кашпо мне кажется этого будет достаточно для нашей будущей красавицы тарынии пикировка у меня идет полным ходом и хочу сделать отступление о том что я все-таки правильно сделала что выбрала вот такие небольшие вот контейнеры маленькие плошечки потому что действительно у тарынии очень маленькая корневая система к 20 дням получается что она выросла небольшого размера я пытаюсь переваливать ее прям с комом земли потому что не знаю как переносить пикировку тарыния все-таки я думаю что те девушки которые писали что пропадает тарыния может быть это имели ввиду что плохо наверное пикировку переносит или что-то поэтому я по максимуму делаю это осторожно и все пока отлично вот так вот вот на примере вам показываю вот такой вот один кустик ну посмотрим как она проживется как она перенесет пикировку буду показывать вам в следующих видео ну а меня друзья ждет еще одна на сегодня работа это глоксиния я все тоже откладывала откладывал ее но уже нужно ее тоже пикировать потому что она вот так у меня высыпалась вот такой кучкой очень много было семян и сейчас попробую самые-самые большие кустики точно также распикирую в эти маленькие формочки думаю что это ей понравится нежели здесь вот в такой вот густоте сидеть глоксинию я вращиваю впервые и это все благодаря семенам маргариты это свои собственные семена вернее семена маргариты которые она мне прислала вот так видимо как вот у где упали семена там вот они вот таким вот лесом полем и взошли сколько у меня грунта оставалось почве вот я наполнила маленькие плошечки и сейчас буду пробовать буду пробовать посмотрю что там за корневая как будет пикироваться в общем с богом вот такая вот друзья картина достала я одну вот кучку и пытаюсь рассмотреть что же за корневая система практически ведь вообще нет вы посмотрите это просто тоненькие волосинки от этого конечно я вообще в шоке я вообще не знаю как она будет приживаться вот вообще совершенно тоненькая волосинка вот так вот по одному растению мне кажется наверное такую плошечку можно сюда пересадить даже три растения я думаю что вот конечно может быть из-за загущенной посадки они не так быстро развиваются будут когда одни развиваться быть может они будут развиваться быстрее но там я посмотрю я думаю что скорее всего вернее не думаю я приняла решение что я сюда вот так вот в эту плошечку из-под йогурта буду рассаживать по три сеянца нужно выбрать самые крупные хотя они вроде бы все вот на одинаковом уровне но конечно это вот ниточки эти тонюсенькие беда бедой ой 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 ну что ж друзья мои можете меня поздравить я конечно сама в шоке от этой ювелирной работы но конечно вообще ниточки эти у глоксинии очень хрупкие то есть начинаешь растаскивать кучку и рвутся корешки так что в общем-то науськалась вот самые крепкие самые стойкие я растения распикировала повторюсь по три штучки и сейчас предстоит еще одна ювелирная работа это совершить полив обязательно нужно полив здесь почва у меня пустая просто-напросто культура универсальный грунт но в нем добавлен и перлит вермикулит и песок он очень рыхлый воздушные все отлично но она у меня почва это не обработанная поэтому вот я навела сделала здесь компотик коктейльчик сюда я добавила экстракт хвои это инстектицид и серебромидин он идет у меня за место фунгицита то есть он против заболеваний грибковых инфекций и для лучшего укоренения я добавила моноколийный фосфат это вот у меня большая пачка моноколийного фосфата она неудобно ее держать я вообще взяла вот и пересыпала бутылочку мне так удобнее сейчас помощью спринцовки буду пытаться аккуратно вокруг вот чтобы растение не потопить буду аккуратно смачивать почву ну что же вот растение на рассадном стеллаже поставила пока их под красный синий спектр я думаю что он им даст лучшую приживаемость надеюсь по крайней мере на это новые для меня растения как тарения так и глоксиния ювелирные конечно работой по поводу глоксиния сегодня занималась боялась за тарению но глоксиния конечно что-то с чем-то очень конечно хочется чтобы хоть что-то прижилось чтобы получилось и растения показали себя во всей красе чтобы я хотя бы увидела свои труды и они у меня прошли не зря ну буду надеяться на это конечно так и случится по сравнению вот с этими гигантами конечно это небо и земля ну что ж буду заканчивать свое видео спасибо вам огромное за внимание надеюсь мое видео вам было хоть чуточку полезным или интересным не забудьте пожалуйста поставить мне пальчик вверх всем всего доброго до новых встреч крепкого вам здоровья